доброго дня всем в общем все готово я рассчитывал что это будет завтра произойдет то есть тот самый обзор но как бы сегодня все так гладко пошло и поэтому бритовки изготовил но думаю ладно изготовил что-то подустал пойду-ка я домой но не удержался я опять сложно вообще с такими вариантами удержаться в чем-то и решил все-таки их заточить потому что тут за . не та которая обычного в любых там стандартных каких-то бритвах здесь за . совсем другая здесь она кайфовая то есть она за . вот эта самая кромка я уже рассказывал присутствует еще на грубой шлифовки то есть не надо кромку было ловить ее сразу ставлю на 10000 на камень хотя прошла сам не сказал что я 8 потом после еще на 10000 отставил после 6 потом после 10 на 12 тысячник на сланец и на этом все а да чуть-чуть ремешком я любитель ремешком чуть-чуть прикатать чтобы мягче быки было а эти то есть не стало даже на 6 тысячник втыкать сразу на 10000 то есть там кромка на месте я ее просто как бы делаю так чтобы кромка вышли вышлифованная была такая то есть вот только для этого чтобы потому что она есть она будет очень жестко брить и потом нужно сделать ее очень то есть мелко шлифованной как бы полировку вот эту вот я сразу на 10000 ну кромочка естественно сразу пошла по всей длине потому что она уже была просто еще зашлифовалась на 10000 гритах и потом на 12000 опять на сланец вот суспензии с легкой суспензии и есть чуть-чуть ремешок то есть так чтобы они волос особо но они рубят волос но они больше его срагают это признак такой что если вот волос отпадает это очень хорошо заточено очень здорово но чтобы мягче брила надо чтобы она волос когда пытаешься отрубить она как-то так как-то рубит но как-то как-то вот так учишь нехоти она строгать должна просто идеально то есть распускать там вдоль это прям вот тогда это мягко бреет но это как по мне опять же я по себе служу я так свои бритвы затачивать для себя ну что ж вот такие вот варианты как мне посоветовали в комментариях в ютубе произвести из кости белой что это будет здорово я так и сделал конечно да бритвами на несколько тысяч из этого дороже но наверное она стоит того все три все три бритвы и тут провод мешается аккумулятор подсел незаметно как а я только увидел перед тем как включать собрался вот так вот все это выглядит ну через мониторчик не видно может быть на видео будет видно что там кость она белая такими желтоватыми такими какими-то такими оттенками такими местами ну это нормально это просто натуральная кость здесь натуральный рок у всех бритв решил оттенить черный рок вот горизонт выдержан хотя тут клиночка я сделал легким клином но почему не стал делать более агрессивный такой клин то есть прямо такой чтобы глаза бросается что-то в ноль прям практически вот у пяточки здесь вот почему не стал делать потому что вы наверно знаете что когда клин такой вот прям резкий то оправы вот изначально вот так стоят как пинцет вот так вот в стороны расщепеленные то есть по плоскости клины потом когда я их сжимаю раскляпаю все нормально то получается напряг в оправах но если это акрил то тут проблем нет акрил есть акрил то есть там даже если что-то не так то там можно легко поправить в основном то все так но когда это натуральный материал адресина вот та же вот кость рок там все что натуральный такое то есть не синтетика то получается напряг и этот напряг пытается вот так вот ее вывернуть и под и вот вот это вот ровный ровный заход он только пока вот собранная бритва потом со временем там сухость сырость делают свое дело и начинается вот это выворачивание мы даже замечали что особенно там многие там какие-то такие старые бритвы которые раньше производились не из акрила например с того же рога что они все в основном или криво заходят или прямо шваркают по краям вот причина в этом ну вот и плюс я опять старался выдержать горизонт я все это получилось давайте покажу вот так вот наверное вот такие вот бритвки вышли кромочку сейчас покажу я ее старался сделать так чтобы им было видно да все до одной бритвы все три заточил от обушка изолента вообще здесь не жила то есть ни разу почему ну потому что кромка сверхтонкая и мне не стоит переживать что она пойдет в ширину и поэтому я ее не использовал это раз вторая причина почему я не использовал изоленту потому что вот пример вот игры с нефтьюганскими себя спрашивает а как раз сейчас ему договорились кстати по телефону вот вопрос не затрагивался в этот раз но прошлый раз и затрагивался что как же вот будете обычному обывателю то есть это же каждый раз нужно изоленту наклеить это же каждый раз нужно ее отодрать то есть там ну как бы неудобно в пользовании то поэтому я подумал что это будет максимально удобно именно от обушка заточить бритвы ну я думаю да здорово она потеряла в виде я считаю что она вообще не потеряла в виде в эстетике как бы вот той самой то что она от обушка заточена кстати мне то есть Игорь показал плитовку в интернете вот так же полированный дамаск только там далеко не 2000 слоев очень далеко прям вот когда Африке пешком вот и вот такой там вариант не помню с чего право было от 60000 я бы офиген конечно был вот это ребята думают да ну ладно вогнутость наверно вы тут не заметите но она есть и ее не может не быть на 75 процентов вогнутость то есть как у английского клина но если бы ее то есть не было вогнутости то я бы вот сейчас от обушка его затачивал то вся плоскость бы шваркалась по камням а так как вы видите что тонюсенькая кромка то есть это вогнутость она присутствует вот но за . за . это тот самый стопроцентный русский клин помните наверное такую то есть я раньше часто их производил русский клин мы еще назвали тогда вот это тоже самое то есть тут же русский клин только он не стопроцентный а 75 процентный но кромка выведена опять же как у русского клина да вот раз мне кто-то сказал что я показываю в руке но я так лишь никогда не держу бритв код в таким хватом но показать покажу насечка ну-ка ближе получается вот здесь вот чуть-чуть сужение идет потому что здесь закруглял края чтобы они никогда не шаркались при правке там заточки вот так вот все показал а уж кому интересно тут сложно попасть через мониторчик ну как там она заходит ну ладно ровно в общем ровно следующая бритовка на сегодняшнем обзоре обушок уже видите наверно клина образный поближе показать попробую а дальше уже идет вот такой закругленный как и с противоположной стороны тоже закругленный также черный рог в таком исполнении мне очень захотелось мне как-то раньше бритвка была мне его выкупили не очень давно вот вот с таким же вот задней такой же частью поэтому решил повторить все так же от обушка заточка то есть максимально подумал о пользователе то есть о хозяине бритвы бритвы кто потом будет и пользоваться чтобы у него не было проблем за . вообще чтобы не было вот этих вот канители и там с изоленты может мне для меня это легко для меня как бы за ленту наклеить вообще ни о чем но пользователю не всегда это легко поэтому я так вот решил сделать ну что разве можно сказать что потеряна красота бритвы вообще никак как по мне вообще никак просто не потеряно даже мысли такой даже не возникает что она потеряна так что и показал да вот здесь нет просили показывать постоянно не знаю смотрите вот как то так ну тут уже показано нет смысла потому что размер один и тот же размерность и опять повторюсь что я вот так добрею то есть не вот ровно прям делаю так прячу в оправу а вот так слегка вот это мой хват очень такие весистые такие клиночки прям весистые прям его не просто то есть то сказать что просто его чувствуешь это ничего не сказать он он прям реально ощущается и даже вот этот вес который все-таки имеется у кости он вообще здесь не заметен так очень что на воздушный просто оправка тоже также черный рог натурой форму похожие как там но похожие они с вами инакова и вот так вот сложном состоянии внешний вид ну конечно то что сейчас смотрю мне кажется что он там что-то там не видите на видео это наверное не так потому что на мониторчике сейчас прямо во весь мониторчик я удерживаю на мониторе компьютер это будет совсем конечно по-другому явно все будет крупнее все будет более детализировано также от обушка за . никаких там этих изолент никаких подложек вообще ничего просто берется бритва и просто затачивается как вогнутая любая бушок ленообразный и тут тоже самое на закруглении другая страна ну не потерял же ничего ведь совсем то есть эту линию даже практически не видно приглядываться что она потому что лезвие зеркальные и плюсов кромка зеркальные она сливается и вообще даже не видно она настолько мелкая что и не видно уже то есть того что она мелкая а тут еще плюс к тому что все это в зеркальном таком состоянии и поэтому не видно совсем хорошо ты местом ткнул сейчас в камеру а то или камера пострадала бы или бритва ну раз уж взялся показывать предыдущий давайте покажу с этой стороны с торца так сказать а да 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 помню 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 вот тут конечно тут отблески поэтому я пытаюсь вот по всякому повернуть чтобы где-то может там с отблесками было что-то не видно и чтобы этот момент поправить вот все в резкости вообще камера чудные спасибо игореха резко словит его об она уже тут об нет ну блин шикардос то что на мобильнике тут и извращался это конечно да совсем другое вообще с другой другой класс просто я имею ввиду вот так хочу сказать вот так все туго ходит потом когда кость сохнется она будет чуть чуть легче но сейчас прям реально прям туго но все опять же так в рамках приличия то есть чтобы на кости не было напряга чтобы она потом не дала трещина тут все так это рассчитано колёпки чуть не забыл клёпки в этот раз я не полировал не шлифовал я их затукал мелким таким дрожью такой я показывал как-то в одном видео там видео которое не получилось и в конце там я показывал так вот молоток так что подобрана длина вес молотка так что и это касаешься клёпки такие вот звонкими такими вот мелкими и вот время я закатываю вот эту клёпку то есть и получается что вот раз я сделал оставил так то что они уже блестящие они не царапаются и не уступают я подумал да блин нафига зализывать тогда видите да то есть не на ощупь такие же ну вот как бы и все сегодня надо обязательно камеру взять с собой потому что я очень понравился как снимает на вертушке она не теряет резкость вы наверное да уже раньше замечали что резкость то было только в этом месте и вот так вот в плоскости или вот только вот тут середине где она была установлена заранее а вот тут и там ее не было теперь на этой камере она следящая она постоянно следит то есть переехала бритва сюда она сюда прибежала бритва повернулся сюда вот так сюда и как бы реально можно взглядеть прямо от и до их как бы с из торца и сбоку ну вроде бы все рассказал по бритвкам обзор можно по сути считать закрытым что еще у меня нового нового первое это я жду посылку от игре с шаблончиком то есть от него буду плясать во второе у меня заготовлены но это правда вот та самая у 8 который я разрабатывал сталевого специально для бритв вот таких комиссори заготовил дальше что еще он заготовил просто показать что у меня в заготовках вот эти вот модельки тоже из этой же у 8 заготовил но они не нравятся тем что руки можно выломать пока шлифуешь выламывается не потому что вот здесь вот ухват минимален а особенно когда после обработки а здесь ширина большая и вот этот вот пример когда вот вот тут напряг то она выламывает эту руку и в общем то еще та еще веселуха ну неважно зато вот многим они кстати полюбились эти вот модельки которые сейчас показал маленькие вот такая вот штучка есть пока одна скоро будет побольше это комиссори у которой будет накладная ручка дальше ох ты сейчас покажу все он рядом лежит вот такой вариант пока тоже две штуки будет больше и Игорь твоя разработка вот это мне Игорь нарисовал который затачивает сейчас мои бритвы вот это от него пришел такой рисунок но он пришел как бы на электронку я распечатал правда массивная такая вещица а у Вадима на обзоре ШХ-15 с линией Хамон вот именно вот эта модель вот у меня теперь их просто три охапки как охапки вот так вот если в руку схватить вот эту то у меня таких три конечно тяжело с ними работать с такими большими вариантами но надо делать надо делать потому что давно я их хотел уже произвести но все как-то то с танками проблем было то еще чем-нибудь там какие-то всякие такие вот отмазки как бы там у меня возникали по которым я за которых то есть не мог за них взяться вот вот комиссори кстати тоже хочется сделать с нулевой подводкой как вот вот у этих вот бритв потому что у меня таких еще нет на сайте с нулевой вот именно в ноль при грубой шлифовке еще да опасно но что я не переживаю то что я испорчу я переживаю только по одному случаю что я там угорю в деньгах но не переживаю потому что все что испорчено все мое вот так вот а я уже одной бритовой бреюсь больше полгода так что мне хочется какой-то там арсенал то иметь то есть он посмотрю сюда он и говорит бреется блин у меня там вот десять бритв у меня двенадцать бритв вот Игорь снефтьюганск бреется тоже говорит блин у меня вот такая я сегодня вот это я буду бриться а я всегда только одной и той же бреюсь вот мне тоже бывает хочется поэтому я себе тоже приглядываю присматриваю и я знаю что брак себя ждать не заставит так что он все равно где-то когда это он будет его не может не быть то есть брака не бывает только кто ничего не делает даже на штамповке кто лепит бритвы вот эти вот такие из таких вот мягких заготовок которые вы не должны ломаться они и то там у них есть брак даже вот на этих вот мягкотелых таких болванках вот ну а что если уж у меня брак будет так это вообще просто слишком естественно но в последнее время у меня давно уже его не было и то есть я и рад этому потому что я в деньгах не пролетаю вот ну я и не тороплюсь у меня есть бритвка есть чем бриться то у меня тут много чего еще можно рассказывать рассказывать бесконечно но это уже чуть не по теме чуть там в сторону что-то там еще поэтому я думаю что к обзору это будет иметь мало значимости какой-то и поэтому я хочу сказать вам уже до свидания хочу домой и попытаться уже сегодня даже постараться сегодня развесить их на сайт и на вертушках заснять еще соответственно спасибо спасибо всем кто помогал мне подсказывал вот опять же вот эти вот кости натуральные здесь стоят неспроста мне подсказали двое человек в комментариях на ютубе я спрашивал я спрашивал прям реально с чего мне сделать и мне реально просто четко ответили сказали вот так вот то есть один ответ может быть случайность а два уже случайность уже сложнее намного назвать то есть как бы со стороны видней со стороны видней и поэтому я недолго думая как бы просто взял и сделал из того что вот именно посоветовали сделать пускай это не выгодно но это правильно я считаю так все благодарю за внимание добра всем ну и встретимся в ютубе пока